Если осенью 1967 года у нас были такие два ульпана, то спустя несколько лет, в конце уже наших дел, нашей деятельности, этих ульпанов было уже около десяти. И были многие десятки учеников, и к тому времени мы уже имели значительное число преподавателей. Принцип был такой. Немножко знаешь, что-то ты уже можешь есть тебе рассказать, и ты начинаешь преподавать. Я бы тут хотел отметить очень большую роль в этом деле Владимира Владика Могилевера, ныне покойного. Строго говоря, начало этим ульпаном положил Лев Ягман, который организовал у себя дома среди узкого круга людей, своих знакомых, что-то вроде такого небольшого дискуссионного клуба или кружка самообразования, но форму уже систематических регулярных занятий по заранее определенной программе. Это была уже работа Владика Могилевера, который был первым преподавателем еврита, который, хотя и сам-то, в общем-то, очень немного успел к тому времени выучить. Я преподавал там еврейскую историю, которая интересовалась давно и достаточно глубоко. Я уже сказал о том, что это была, наверное, оптимальная форма нашей деятельности, но, разумеется, мы эту деятельность не афишировали, но, по другой стороне, и законспирировать ее было невозможно. Это уже значительный круг людей, которые были посвящены в это, и можно предположить, что в той или иной мере обрывки информации уже доходили до властей. Но, очевидно, власти еще не могли, не вполне сориентировались, как с нами поступить, потому что это было что-то новое для них. Вообще-то, следовало бы отметить, что на протяжении всего этого времени власти явно отставали от разбития событий. Я имею в виду, прежде всего, ХГБ, а также всякие идеологические подразделения коммунистической структуры. Они не поспевали за событиями в том смысле, что им нужно было время каким-то образом, это понятие, смыслить, принять решение и привести его в исполнение. ХГБ, конечно, достаточно было ему дать команду АТУ и его спустить этого в САС-цепи, и они бы, так сказать, без специальной подготовки бросились бы осуществлять эту акцию. Но нужно было какое-то политическое решение наверху, а там, наверху, они со своими политическими решениями постоянно запаздывали. То ли потому, что вожди были старые, то ли потому, что вообще режим дряхлел с каждым годом. Большую роль съезжал АТО, что наша партия сумела четко определить основные задачи практической деятельности по укреплению международной безопасности. В качестве точки отсчета начала существования и функционирования Ленинградской семейской организации, ну, можно взять разные даты. Одно из дат может быть, скажем, 64-й год, когда существовала уже небольшая группа, включавшая Рона Шпильберга, Владика Могилевера, Бена Толбина, меня, еще нескольких сочувствующих. Можно считать и 65-й год, когда мы договорились и объединились с другой сионистской группой, в которой были Гилель Бутман, Шлому Дреснер, Григорий Верклеб. Можно считать этой датой и начало 67-го года, когда мы прошли период внутренних, так сказать, выяснений, взаимоотношений, и когда мы уже были готовы перейти к реальным действиям. А прошли уже стадию, так сказать, обсуждения, попутно замечу, что на протяжении всего этого времени мы обходились без писанной программы и без устава. Программа была согласована, словесно оформлена, и никогда не записывалась, и включала она в себя вообще-то два пункта, достаточно простых и достаточно понятных. Одна из них – это поиски возможностей Алии, выезда в Израиль и оказание помощи другим в этом желании. А второй пункт – это было противодействие ассимиляции, развитие интереса к еврейской культуре, истории. Что касается всяких там уставных договоренностей, была какая-то практика, каким образом мы договаривались между собой, но никакого писанного устава не было и нужды в нем не было. Надо сказать, что тогда уже выяснились существенные разногласия между нами тактического характера, не принципиального. Принципиальных вопросов у нас не было расхождения, цели наши были те же. А что касается того, каким образом достигать эти цели, вот здесь были разногласия, и разногласия существенные. Одной из них, одной из этих линий была в направлении максимальной конспирации, поскольку люди, придерживавшиеся этой точки зрения, считали, что как только властям станет известно о нашей деятельности, немедленно последуют репрессии, и вся эта деятельность закончится, другая точка зрения заключалась в том, что мы должны действовать в направлении, в стремление максимально расширить круг участников движения и еще больше круг интересующихся еврейской тематикой и пробудить интерес к Израилю. А это было неминуемо действие деконспиративное. Впрочем, я уже об этом говорил. Иногда мне приходилось слышать, уже постфактум, более поздние годы, что, а зачем вообще было создавать организацию, и зачем вообще нужны были даже эти ограниченные элементы конспирации. Я думаю, что ответ должен быть примерно такой. В то время, когда мы начинали, мы начинали на совершенно пустом месте, не было никакой базы, не было никакой инфраструктуры, не было никаких материальных средств, не было никаких средств для разъяснительной работы и пропаганды. Значит, для того, чтобы это создать, была необходимость сконцентрировать усилия и те небольшие возможности, которые были у каждого из нас. В более позднее время, обычно критики этой идеи как раз принадлежат другой генерации, более поздней, когда же существовала широкая инфраструктура, была большая база, когда число людей, интересующихся Израилем и еврейской тематикой, исчисляло сотнями и тысячами. Мы же начинали на пустом месте практически, в Ленинграде. Немножко лучше было положение в Риге, но тоже я бы не сказал, что там существовала такая большая и широкая база. Надо сказать, что в дальнейшем время активной деятельности Ленинградской организации – это, в общем-то, три года. С 1967 по 1970 год. Не такой уже большой отрезок времени, но весьма бурный и результативный. Если говорить о численности, то с нескольких человек мы выросли до 40 и больше. Если говорить о возможностях самиздата, то вначале это было несколько экземпляров на одной пишущей машинке, а в конце это уже были многие сотни экземпляров самиздата, которые постоянно циркулировали. Если говорить о бульпанах, то вначале это был один, два, в конце это было уже около 10-10, может быть, даже и больше. Если говорить о связи с другими городами, то начинали мы с того, что не было у нас никаких контактов, кроме Ленинграда. А в дальнейшем мы установили связи с Ригой и с Москвой, опосредованно и с Киевом, Грузией, Вильнюсом, Харьковом, Одессой и так далее. И это уже был круг общения, о котором можно говорить как о сформировавшемся движении. То есть не отдельные группы, не отдельные активисты там и сям, а широкая, я бы сказал, сеть, которая покрывала большую часть Советского Союза. И при том, что существовали разные точки зрения, были иногда и столкновения мнений и личностей, но это уже была среда. Если человек попадал со стороны в эту среду, то он мог здесь найти себе и круг общения, и людей с общими интересами, и для души, и даже для тела. Скажем, проведение еврейских праздников, это была рижская инициатива, это давало очень широкие возможности общения с людьми. И надо сказать, что по ходу этой динамики происходила постоянная деконспирация этой деятельности. Конечно, некоторые направления, некоторые области деятельности оставались законспирированными все время. Я бы сказал, что и в последующие годы, 70-е, 80-е годы, о которых я знаю понаслышке, в том время, когда, казалось бы, деятельность эта носила еврейская, открытый характер. Тем не менее, некоторые вопросы изготовления и пути канала распространения самиздата оставались законспирированными или, по крайней мере, не рекламируемыми. Источники материальные, денежные, некоторые контакты и связи взаимные между людьми далеко не всегда, то есть никогда, как правило, не спешили их рекламировать связи, каналы связи с заграницей. Так что полностью, полной деконспирации никогда не было, но тем не менее, надо сказать, что этот деконспиративный период уже начинал, я возвращаюсь к своему времени, в значительной мере себя уже исчерпал. И решительный поворот произошел, я думаю, можно говорить, в 1969-м годе.